Уважаемые зрители, здравствуйте! Сегодня у нас снова в гостях кандидат исторических наук Евгений Константинович Бабичев. И мы продолжаем говорить о военном космосе. Евгений Константинович, про что мы сегодня конкретно будем узнавать? Ну, во-первых, здравствуйте. И предваряя тему, которая еще может даже и для самой студии Тактик Медиа будет несколько неожиданной. И хотелось бы сказать несколько слов про итоги прошедшей предыдущей передачи. Были отклики, были комментарии. Для желающих сразу доведу, что на все содержательные вопросы я постарался ответить. Поэтому посмотрите. Повторять ничего не стану. Смысла в этом не вижу. Все написано. Тем не менее, были содержательные вещи, которые нужно действительно упомянуть. Ну, действительно, главное, наверное, в том, что нужно чуть-чуть, два слова хотя бы о себе. Так. Я действительно остепененный, как тут сказали. Правильно? Подполковник запаса. Прослужил на космодроме Плесецк с 85-го до 2009-го года. Потом там же, в городе Мирном, работал секретарем городского совета, депутат на освобожденной основе. Ну, это как бы все понятно, не имеет отношения к делу. А отношение к делу имеет занятие историей, которые для меня были, ну, и остается хобби. Защищался я, будучи офицером, защищался в Академии ракетных войск имени Петра Великого. Это было еще на той территории, которая около Кремля. Теперь это уже здание другой статус имеет. Здание очень красивое. Академия ракетных войск. В той самой красивой аудитории. 16 докторов наук. Ну, и так далее. Важно, что это отвечает тем, кто, так сказать, задает вопрос и сомневается в степени моей погруженности в тему. Ну, степень компетентности, это уже вам судить. Ну, по крайней мере, я себя позиционирую как человека, который в этой теме немножечко поварился, что-то о ней знает, что-то может изложить. Еще одно существенное замечание было по поводу источников. Источников много. Ну, многие десятки. Можно говорить о сотнях. Даже, наверное, за тысячу будут, если копнуть уж совсем глубоко. Но, действительно, о чем нужно сказать, это книга Максима Тарасенко «Военный аспект ЦС космонавтики». Я помню, ее упоминали в комментариях. Какая бы она сейчас ни была наивная, эта книга, которая, ну, по крайней мере, меня она в свое время просто перевернула в середине 90-х годов, когда только пошли публикации. Здесь все это было систематизировано. Ну, по данным зарубежных источников, там врали они много. Понятно. Но Максим, его уже нет с нами, к сожалению, давно, вот он первым, наверное, в Союзе провел такую работу. Книга 92-го года написалась. Понятно, что она не после смены флага над Кремлем, а в течение достаточно продолжительного периода жизни Максима. То есть, эта книга, она стала как бы отправной точкой в углубленном изучении темы, ну, не просто историей космонавтики. Я и занимался до того, а именно вот военного космоса. И вторая книжка, которую я сегодня принес, и хочу показать тоже, ее можно найти. Все-таки это не такая библиографическая редкость, как Макс Тарасенко. Это вот эта вот книга Хузина. Эта книга, благодаря которой появилась и изменилась, и насытилась иным содержанием моя диссертация. Поэтому для меня Хузин – это большой авторитет. И рекомендую всем почитать эту книгу именно тем людям, которые хотят получить общее представление, но чуть более глубокое, чем поверхностное, о формировании политики, космической политики Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. И последнее замечание, чтобы уж долго не останавливаться на этом всем, по поводу формы подачи и содержания материала. Это не оправдание никакое, просто для понимания зрителей и слушателей. Может быть, многие из вас или некоторые не захотят смотреть, слушать дальше, отключат. Это их право. Так вот, выступление на тактик-медиа – это не научный доклад и не лекция перед специалистами. Но, поверьте, таковые были, и можно было долго и нудно рассказывать, там, бубнить, перечислять. Ну, не хотелось бы усыплять слушателей. Кроме того, я все-таки в своих этих вот передачах не претендую на революционный подход или особую глубину. То есть, это не является, эти программы, ну, каким-то таким открытием Америки совершеннейшим. Попробуйте отнестись к этому материалу, как, ну, к популярному изложению, ну, реферативному обзору, если угодно, но с некоторыми ему заключениями. Уж прошу просить такую вольность. Ну, тут, я думаю, что баланс погружения в тему, он экспериментально будет нащупан, если у нас состоится все-таки цикл, как мы задумывали. Угодить вообще всем на любые запросы зрителей невозможно. Поэтому, друзья, конечно, ваше мнение важно, оставляйте свои комментарии, что можно будет учтено. Если будут какие-то содержательные вопросы, я не исключаю, что если вот Евгению Константиновичу понравится у нас бывать и беседовать с вами таким образом, в конце концов мы проведем там либо какую-то запись ответов на конкретные вопросы, которые накопились, либо, может быть, там в формате стрима. На этом, я думаю, надо подвести вот эту черту, хорошо, и двигаться дальше. Идем. Прошлая передача, передача цикла военно-космической деятельности, так вот назвали, безлик этот цикл, но зато по существу, была посвящена ударным космическим средствам. Ну, в той мере, в какой можно было эту тему раскрыть, ну, считаю, что, что сказано, этого, наверное, достаточно. Тема сама по себе, она не вызывает такого эмоционального подъема высокого. Все-таки это очень такая мрачная и тяжелая тема. Ничего в ней нет особо хорошего, хотя многие, может быть, фанатеют от этого, но я себя к их числу не отношу. Продолжая военно-космическую деятельность как бы по этапам, следующим этапом я вижу большую целесообразность и даже необходимость рассмотреть средства боевые, но уже это сотнеударные, космос, земля, а средства противоспутниковые. Можно здесь говорить о терминах противокосмической обороны, как там Королев Сергей Павлович еще все время писал, противоспутниковая оборона. Ну, ближе все-таки термин противоспутниковая оборона, противоспутниковое оружие. И вот в этой категории предлагаю этим термином руководствоваться. Я правильно понимаю, что как раз недавно наша страна продемонстрировала свои некоторые возможности в противоспутниковой обороне? Видимо, да. Вы информированы. Почему бы нет? Я думаю, наши зрители, слушатели тоже информированы на этот счет. Ну, в той мере, в какой позволяют делать выводы открытой информации. Безусловно. Но тут совершенно необходимо заметить, что хотя мы в данном случае имеем дело, наверное, с новым поколением соответствующей техники, но мы-то были не первыми в этом вопросе. То есть новое поколение противоспутниковых средств продемонстрировали. Китай в 2007-м, американцы в 2008-м, ну и там Индия, допустим. И поэтому говорить, что Россия в данном случае прямо разворачивает гонку вооружений, это было бы неправильно. Скорее мы показываем свою компетентность в этом вопросе, ну, в той мере, в какой посчитали целесообразную. Это не значит, что ничего другого нет. Но, наверное, то, что показали американцы, мы продемонстрировали, что у нас есть не хуже, по крайней мере. Ну и на этом, наверное, можно успокоиться и дальше тему не обсуждать. Правильно я понимаю, что вот историю вопроса мы сегодня поднимем. Значит, эта история, она создается из двух больших кусков, которые никак не удается объединить в рамках одной передачи. Это то, что делал Советский Союз, то, что делали США. А вот всем очень хочется, чтобы это было все одно за другое. Чтобы все было перемешано так, как вот они, эти звездные войны проводились, кто там кого позбивал. Ну, никак. То есть в один час это втиснуть никак не удается. Поэтому начнем с супостата, с вероятного противника, вот кому как угодно. Кто-то там считает, может быть, своим будущими земляками, да, в каком-то поколении. Но это уже их дело. Мы сейчас говорим, будем говорить, надеюсь, о противоспутниковом оружии Соединенных Штатов Америки в период Холодной войны. При этом звездные войны Рейгана мы лишь чиркнем, не раскрывая совершенно. Потому что тут эту тему надо, если уж потребуется, раскрывать совершенно отдельно, много. Ну, пока такой возможности, к сожалению, или так или иначе нет. Хватает и до того, что было с 50-х до 80-х годов. Вот на этом мы и остановимся. Ну, начиная говорить о противоспутниковой обороне или противоспутниковом оружии, нужно сказать, что сама эта тематика, она появилась еще до появления самих спутников. Классифицировать противоспутниковую оборону можно по разным противоспутниковым оружиям, по разным критериям. По месту старта. Это может быть наземное, морское, подводное, воздушное, космическое базирование, например. Второй критерий – по наличию на борту человека-оператора. Пилотируемое, беспилотное. Третий – по способу перехвата. Это могут быть орбитальные средства или средства доорбитальные. Это прямого перехвата. И четвертый критерий – по средствам поражения. Ядерный, кинетический перехват и так далее. В рамках сегодняшней передачи мы рассматриваем, во-первых, американскую всю технику, во-вторых, непилотируемую. То есть, вот еще одно сужение темы, потому что к этой теме шел методом буквально исключения. Выбрасывая содержательные, мощные куски, которые нужно рассматривать просто отдельно. Итак, необходимость борьбы с военными ударными космическими аппаратами возникла в середине 70-х годов. И первыми… 50-х, пардон, годов. Вы меня поправляете. И первыми эти практические шаги сделали Соединенные Штаты Америки. Мы сделаем попытку рассмотреть противоспутниковое оружие США как проекты, реализованные, так и, собственно, недоведенные до образцов, а также эволюцию взглядов руководства США на противоспутниковое оружие и в контексте противостояния с СССР и переговорным процессом. Вот аргументация США с первых лет космической эры. Это вот в своих, так сказать, мемуарах писал директор НРО. Мы еще про эту организацию помянем потом. Национальное разведное управление. Ну, управление космической разведки США, НРО. Вот тут один из его руководителей, он следующую провел ассоциацию. Президент Франклин Рузвельт в свое время, ну, 41-й год-то был, объявил, связал безопасность США со свободой моря. Президент Эйзенхауэр и каждый из его преемников подчеркивали такую же позицию в отношении космоса. Нам не нужно никаких их разрешений, чтобы получать доступ в космос. И в данном случае это наше право является аналогом морского права. Ну, прекрасно. Никто не возражает. Далее. Мы должны поддерживать способность оставить наше право на свободное функционирование в космосе. Я считаю, я это тот самый бывший руководитель НРО, директор. Мы можем и должны делать это спокойно, ну, совершенно не раздувая из мухи слона по поводу программ противоспутниковой борьбы. Переводя на русский язык, противоспутниковая оборона – это нормально. И, пользуясь ею, мы тем самым отставим свое право, ну, как мореплавание по аналогии, так и передвижение в космосе. То есть, моральное оправдание противоспутниковой борьбы, противоспутниковой обороны в США было сформулировано буквально еще, буквально синхронно, с запуском нашего первого спутника. Ну, почему? Почему? Уже в том же году генерал ВВС Шривер, уже упомянутый ранее, был такой очень военачальник Соединенных Штатов, подчеркнул необходимость космического превосходства. Это как реакция на запуск нашего первого спутника. Сказав, что ближайшие десятилетия боевые действия будут вестись в том числе и в космосе. Спутник подогрел такие убеждения, даже общественность начала как бы настаивать, стимулировать военных к тому, чтобы сократить разрыв в космическом оружии с советами. Вот этот общественный климат заставил чиновников оборонного ведомства более содержательно подойти к вопросу именно борьбы со спутниками, а не только к организации собственной космической программы. Генерал армии Джеймс Гевин настоятельно рекомендовал американцам обрести, по крайней мере, способность нейтрализации советского спутника. Ну, чтобы он не летал над нами. Такая была логика. Просто летала пища. Разработать спутник-перехватчик. Нехорошо, когда такая лидирующая страна позволяет, чтобы над ней летал космический аппарат, первый в мире космический аппарат страны, который в подметке не годится с точки зрения технического лидерства. Ну, что это такое? Ну, безобразие. Надо спутник-перехватчик. Ну, вот это не мое мнение. Это к тем, кто тут ругал меня, что я слишком много тут излагаю собственных взглядов. Это вот уважаемый генерал армии США сформулировал. В ноябре 1957 года его служба предложила два варианта противоспутниковых систем. Модифицированную антибаллистическую противоракету на «Экзевс» и спутник самонаведения, несущий ядерный заряд. Наиболее радикальным средством борьбы со спутниками на самый заряд космической эры были, конечно же, ядерные заряды. Ничего с этим не поделаешь. Нужно, так сказать, трудно очень попасть, легко промахнуться, и поэтому нужно на такой заряд, который все-таки охватит большую область пространства. Чтобы где-нибудь он взорвался и все равно достал. Ну, да, назовем это так. Но поскольку это все было очень умозрительно, ну да, бомбы есть, взрывали, там сгорели два японских города. Но как оно в космосе будет работать, было непонятно. Поэтому летом 1958 года в обстановке повышенной секретности США провели серию экспериментов по программе «Аргус». Предполагалось изучить влияние поражающих факторов космического ядерного взрыва на земные, электрические, электротехнические, радиотехнические средства, а также на баллистические ракеты и искусственные спутники Земли. Аппаратуру соответствующую. Взрывы предполагались маломощные. Над южной частью Атлантики все это дело было организовано. И по предположениям, серия маломощных взрывов на пути советских боеголовок, она сможет вывести из строя их электронику и таким образом не допустить просто взрыва. Ну, упадет боеголовка, ну, не взорвется. Это вот такой был простейший подход. Ракеты в ядерном оснащении запускались с борта судна. Причем это судно не какая-то там неподводная лодка, оснащенная шахтами ракетными в то время. То и не было еще. Вот это просто судно с площадкой, как для запуска метеоракет. И ракета такая, ничего себе особо не представляющая, но оказывается с ядерной боеголовкой. Любопытно. То есть, это было до того момента, когда еще появились первые договоренности. 1958 год. До вот этого первого резолюции ООН. До договора Московского 1963 года. То есть, за пять лет до появления договора, о котором мы еще пару слов можем скажем. Первое испытание проведено в августе 1958 года. Взрыв на высоте 161 километр. Через три дня на высоте 292 километра. Третий и последний взрыв на высоте 750 километров 6 сентября. Ну, по разным оценкам. Может быть, это и высота пониже была. Тем не менее, это был самый высотный ядерный взрыв. Выше уже никто никогда не проводил. Пока. Слава Богу. Еще более примечательными были эксперименты с ядерными взрывами, проведенные в Соединенных Штатах Америки в 1962 году. В рамках операции «Аквариум» предполагалось провести взрывы помощнее, мощностью под полторы мегатонны, на высоте около 400 километров. Операция операции, а еще сам эксперимент получил название «Старфиш». Первые две попытки осуществить взрыв закончились неудачно. Вот здесь надо сказать, что это уже была наземная пусковая установка на острове Джонстона. Использовали ракеты ТОР средней дальности. Ракеты были помощнее, чем те, которые пускали с борта корабля американского. И поэтому оснащение могло быть тоже посерьезнее. Соответственно, предполагалось получить и более серьезный эффект. Ну, получили. Первые две ракеты упали и были подорваны офицерами безопасности. Обломки, в том числе, собственно, ядерный боеприпас развалившийся. Все это упало, в частности, на остров Джонсона, что вызвало небольшое радиоактивное заражение местности. Ну, доигрались. Ну, ничего, это не остановило. Да. 9 июля того же года, то 62-го эксперимента повторили. И все на этот раз получилось. Получилось все очень феерично. Вплоть до того, что этот взрыв можно было видеть из Новой Зелании со расстояния 7 тысяч километров. Ну, вот фотографии покажем, как это все выглядело. Ну, да, было на что посмотреть. Ну, помимо оптических эффектов были эффекты очень негативные в отношении американской, то есть отечественной их техники. Было выведено из строя, ну, по разным оценкам, до 7 спутников Соединенных Штатов Америки, один английский, один советский. Ну, так или иначе пострадали уж. Совсем ли сломались? Тут надо отдельно разбираться. Ну, эффект был. Эффект был заметный. Эффект был и на Земле, в том числе, когда частично были системы энергоснабжения обесточенные, ну, и другие были разного рода неприятности с электрооборудованием. Ну, и были последствия. Последствия связаны с образованием радиационных поясов вокруг Земли, связанных с этим взрывом. И в связи с этим дело было 9 июля. А в августе СССР провел двойной запуск космонавтов. Восток-3, Восток-4 Николай Ф. Попович. И при планировании этого полета приходилось учитывать это обстоятельство тоже. Так же, как и американцы при подготовке к запуску Меркурия-8. В октябре того же года, 62-го, учитывали факт наличия новых радиационных поясов. А то, что пострадал советский спутник, ну, с английским, ладно, они там договорились. Наши-то как отреагировали? Ничего не могу сказать. Может быть, причинно-следственная связь была неочевидна. Но то, что наши наблюдали за этим взрывом, это об этом пишут. Есть и были на тот счет объективные свидетельства, как там разбирались, каким образом кто что компенсировал. Ну, можно этот вопрос изучать отдельно. Я себе такую задачу не ставил. Все-таки это немножечко не та тема. Но совершенно необходимо было рассказать или упомянуть про вот эти вот ядерные взрывы, про эти испытания. Советский союз такого не проводил. Проведем эту аналогию, но в следующий раз. Может быть. Сегодня про Советский союз будем говорить минимум. Значит, еще одно обстоятельство в связи с этим вот Старфиш-экспериментом, этой программой необходимо отметить. Значит, пуски проводились с Атолу Джонстона. Это тот самый остров и те самые пусковые установки, с которых в дальнейшем проводили запуски противоспутниковых ракет, где стояли системы по программе на дежурстве, ракеты по программе борьбы с советскими спутниками. Но это чуть-чуть ниже на эту тему. То есть была в этом случае некая такая преемственность от ядерных взрывов к противоспутниковому оружию. В разгар Карибского кризиса 20 октября 1962 года был проведен последний американский ядерный взрыв в космосе. Ну, в документах Минобороны это испытание фигурировало под кодовым названием «Шах и мат». Взрыв на высоте 147 км. Причем здесь, если мы говорили уже о ядерных взрывах с помощью ракет, запускавшихся с судна и с наземной пусковой установки, в данном случае это была авиационная ракета. То есть американцы все три способа доставки ядерных боеприпасов в космос в данном случае попробовали. Но это был носителем бомбардировщик Б-52, авиационная ракета ХМ-33. С конца 50-х годов США вели работы по противоспутникам оружия с ядерными боевыми частями. То есть сами боеголовки, сами ядерные взрывы, все это было уже попробовано. На кончиках пальцев они ощутили эффект от этого всего. И уже приступили непосредственно к наработке техники перехвата. Воздушный старт носителя противоспутникового оружия был признан перспективным. Благодаря возможности выбора точки старта, выбора скорости реагирования и первый считающийся успешный перехват, он связан именно с воздушным носителем. Опять-таки толчком к разработке всего этого дела, как тут мы говорили выше, послужен запуск первого спутника советского. Ну, недостаток воздушного старта, но все-таки ограниченная грузоподъемность. Поэтому носителем оружия противоспутников в данном случае были выбраны бомбардировщики. В 1957 году была Конгрессом одобрена программа, в рамках которой были определены несколько исследовательских групп, которые должны были разработать разные образцы, даже не предсерийные, просто демонстраторы противоспутниковых технологий, отдельные из которых в дальнейшем могли быть уже тиражированы, пойти в серию. Таких проектов было три. Из них два имеют отношение к непосредственно противоспутниковым вещам. Назвали все эти проекты «звездной серии», так называемые. По проекту W199C это все-таки имелось в виду созвездие Девы. По проекту, соответственно, D это было созвездие Дракона. И пропустили под литером B проект с названием «Созвездие Ориона». Ну, отчетливый Орион в данном случае. Итак, немного не по порядку. Все-таки «Дело в зените». Американская баллистическая ракета воздушного базирования. Ну, был в тот момент разработан бомбардировщик B-58 «Хастлер», который все-таки принят был на вооружение в конце 59-го года. То есть, получается, что испытание с ядерным оснащением предшествовало принятию этого средства, самого носителя на вооружение. Ракеты с пусковым устройством, интегрированным системой наведения, интегрированную бортовую систему управления вооружением вместе с самолетом и носителем представляли собой единый комплекс. Ну, о чем, собственно, здесь идет речь? Что это был первый фактически пример, когда пытались дотянуться до космоса с помощью носителя, авиационного носителя, тяжелого бомбардировщика. «Аванпроект» был представлен в 58-м году, и в рамках программы было проведено 4 испытательных пуска. Это было в сентябре, в декабре 58-го, в июне-сентябре 59-го года. Необходимо отметить, все пуски были проведены на сверхзаковой скорости бомбардировщика. Наверное, это важно. Четвертый и последний пуск был боевым, в качестве мишени использован спутник Explorer 4 американский. Напоминаю, это все-таки была имитация ядерного перехвата. Никто не требовал, не ставил задачи в спутник попасть или пройти там на каком-то очень маленьком расстоянии. Тем не менее, результат неизвестен. Телеметрия отключилась, и в итоге кончилась фактически ничем. И, собственно, саму не нашли ракету, чтобы расшифровать записи бортовые. Там была соответствующая запища аппаратура. Поэтому этот проект бесславно был завершен. Хотя, может быть, и был перспективен. По комплексу Б, соответственно, Болтарайен, по созвездию Ориона название. Значит, здесь была практически первая успешная попытка перехвата, первая в истории. Бомбардировщик Б-47, средний бомбардировщик. В период с мая 1958 года по октябрь 59-го года 12 испытательных пусков. Ну, все очень похоже. Все очень похоже. Последний 12-й пуск 13 октября 59-го года был перехвачен, опять-таки, американский спутник Explorer 8. Данные, полученные с телеметрической аппаратуры, свидетельствовали о достижении цели испытания. Он прошел на расстоянии 6,5 километров от цели. Ну, заряд соответствующий ядерный, боеголовка. Считалось, что этого достаточно, чтобы вывести из строя космический аппарат. И таким образом США стали первой страной, фактически испытавшей противоспутниковое оружие. Как к этому не относись? Поэтому все последующие разговоры, что мы тут, Советский Союз, там, лидировал, что он был инициатором гонки вооружений противоспутниковых, это все разговоры в пользу бедных. Читайте историю. Итак, проекты над этими противоспутниковыми системами, прототипами звездной серии были закончены. Ну, они получили какой-то опыт, который в дальнейшем был использован при наработке уже боевого нормального оружия, никакого не противокосмического. Но на этом эта тема была закрыта. Развитием этого направления стал проект Таунхолл, 1962 год. Первой ступенью был бомбардировщик Б-58, к которому подвешивалась ракета Минитмен в ядерном оснащении, и уже боеголовка должна была выходить на орбиту. Только на бумаге остался. Это должно было быть что-то такое, конечно, масштабное весьма. Ракета уж серьезная. Параллельно с испытаниями военно-воздушных сил аналогичные проекты проводили военно-морские силы ВМС США по программе Pilot, SIP и HiHo. Эксперименты на полигоне морских вооружений. По названию этого полигона НОЦ – соответствующие антиспутники или перехватывающие средства. Сами эксперименты назывались, соответственно, НОЦник. Но они компиляцию своего названия полигона и название уже международного, вошедшего в обиход советского слова «спутник». В качестве носителя выбраны палубные истребители. То есть тут уже вопрос был решен носителями более легкими. Это прототипы Фантома. F4D, F4H, Фантом-2. В 1961-1962 годах было проведено три пуска перехватчиков в космическое пространство, последний из которых в июле 1962 года был зачтен как успешный. Перехватчик достиг высоты 1167 километров. Дальнейшего развития эти темы авиационно-космического перехвата не получили. И в этом направлении в США паузу взяли в 10 лет аж. Другие направления работ по противоспутнику морожен США были связаны с оружием направленной энергии. Еще в 1958 году только что созданное ДАРПа, вот это военное управление по перспективным исследованиям, началось исследование по программе со сложным названием в отношении военного использования пучков элементарных частиц. Хотя программы были остановлены в 1972 году, спустя два года флот представил свою подобную программу, но в 1979 году все это было переведено опять в ДАРПа. Смешное название, кстати, было. Ну ладно, не со всеми глупостями тут надо разбираться. Вот много чего было анекдотичного в этой истории. Итак, идем дальше. Лазерное оружие. Ну, лазер принято считать советское изобретение. Ну, может быть, это и не вполне так, или не совсем так. Как бы то ни было, Нобелевская премия получили Басов и Прохоров в 1964 год за продемонстрированный в 1954 году, в тот момент это был микроволновый генератор, Мазер на Аммиаке. В 1968 году Ливерморская лаборатория Милоренца предлагают, что бы вы думали, рентгеновский лазер с хиодерной накачкой. Это прямо-таки уже звездные войны. Ну-ка, надо посмотреть. Все-таки 1968 год, это не 1983. То есть достаточно давно эта тема у них начала развиваться. Хотя бы теоретически, что возможно доставить на такое расстояние хоть сколько-нибудь значимое количество энергии, просто вот для понимания. Запускается на орбиту или в космос на космическую высоту, так или иначе, ядерный боеприпас определенного свойства. Он специальным образом подрывается, и энергия ядерного взрыва преобразуется в узконаправленные пучки достаточно жесткого рентгеновского излучения, когерентного. То есть получается, это одноразовый лазер с ядерной накачкой. Рентгеновский лазер, ну, у которого достаточно разрушительные свойства. Но это мы говорим о том, что хотел уже сделать Рейган спустя четверть века. Здесь еще они только-только к этим вопросам пытались приблизиться, в принципе. Поэтому то, что Ливерморская лаборатория там на Гондурасе делал, толку никакого не было, конечно же, но эти наработки так или иначе были использованы в программе «Звездных войн». Хотя в 1977 году Ливермор с этим делом прекратил серьезные какие-то исследования, и все это продолжалось до… пауза продолжалась до, значит, инициативы Рональда Рейгана в 1983 году. Ну, в любом случае было понятно, что развитие пучкового оружия отстает от лазерных технологий на много лет. Даже к началу программы «Звездных войн». То есть пучковые технологии оказались технологически гораздо более сложными. Что касается конвенциональных, есть такой термин «обычных вооружений». То есть поговорили про ядерное. Вариантов поразить космический аппарат противника довольно много. Практическое развитие получили два направления. Это взрывающиеся перехватчики, это то, что было реализовано в Советском Союзе, или то, что было реализовано в США в конечном итоге, далеко не сразу, это перехватчики без взрывчатого вещества, выводящие цели из строя путем просто механического соударения. К практической реализации планов создания конвенциональных, вот таких вот простых систем, но простых в плане не ядерных противовоспутниковых систем в США приступили в 1956 году. по программе 706, это небезызвестный Сейнт. Аргументация была, значит, уже называлась она. Они понимали, что на поле США на какие бы то ни было космические их программы не может быть долгой, поэтому сразу, не дожидаясь, когда там Союз начнет их догонять, они же были уверены, что их будет первый спутник. Но даже не дожидаясь его первого запуска, они сразу понимали, что сыр будет догонять, и против него уже сразу нужно готовить средство противодействия. Ну, такая вот, ну, продуманные ребята, что поделаешь, думают наперед за противника. До сих пор открытой информации по этому проекту не так уж много. Проект Сейнт, хотя переводится как «Святой», но на самом деле можно расшифровать или «Антиспутник», или «Инспектор-спутник». Ну, тут кому что более нравится, более политкорректно, это будет «Сателлайт Инспекшн Техник», то есть «Технология спутникового инспектора», так вот можно назвать. Инспектирование. Ну, да, пусть даже так, инспектирование. Проект передали из военно-воздушных сил, только что созданное управление ДАРПа. Оно получило достаточно серьезный приоритет, это направление было рассмотрено на Совете национальной безопасности, вот, в 59-м году. Тем не менее, кончилось ничем. Предполагалось, будет создан спутник массы чуть больше тонны, несущий на себе несколько телекамер, он зависнет на некоем расстоянии от спутника, который предполагалось изучить, всячески его обсмотрят, сфотографируют и зависнет на то время, которое требуется руководству для принятия решения о дальнейших действиях. Ну, а в дальнейшем его можно оснастить уже ракетами, если все пойдет хорошо, и он будет уже полноценным перехватчиком. Под это дело они начали, там, ступень Аджена проектировать. Хорошую, кстати, ракету, она в дальнейшем использовалась как верхняя ступень. Вот, поэтому тема была перспективная, но Конгресс тогда четко запретил, вы даже думать не смеете о том, что вы будете тут инспектировать советские спутники. Обалдели, что ли? Первая цель, да, потому что цель-то была какая-то. Советские орбитальные бомбы. Какие бомбы? Да никакие бомбы, но они же будут все равно у Советского Союза. Поэтому давайте-ка. Ну, получилась вот такая... Там Никита Сергеевич же подливал масло в огонь. Такая логика получилась. Ну, тут все, конечно, всех провоцировали. Мы об этом говорили в прошлый раз, какая была риторика у Советского Союза на сей счет. Поэтому страха глаза велики. Давайте-ка мы будем противовоспутниковые технологии развивать. Но к тому времени, когда в США поняли, что такие бомбы, они, ну, как бы не совсем полезны или толку от них немного. Проще в межконтинентальных ракетно клепать. В СССР свое орбитальное оружие, так и ударное, так и не появилось. И поэтому проект Сейнт, он благополучно закончился, так и толком не воплотившись ни во что. В 62-м году в декабре министр обороны уже администрации Кеннеди, Роберт Макнамара, небезызвестный, проект этот закрыл. Ну, действительно, в США заявляют, что никогда не приступали к стадии летных испытаний по этому проекту Сейнт. А программа, тема вообще сближения с космическими объектами, ну, и в дальнейшем инспекции, так просматривается на этом фоне, стала темой НАСА, темой по сближению и стыковке космических аппаратов на орбите. Программа Джемини, соответственно. Ну, с самого начала, как только стали развиваться средства противоспутниковая, была понятна их взаимосвязь, технологическая взаимосвязь между противоспутниковым и противоракетным вооружением. Еще больше, более чем за 20 лет до программы СОИ, то есть в начале 60-х годов в США появилась программа «Дефендер», которая занималась управлением уже, неоднократно названа эта ДАРПа. Ну, собственно, предложили они в тот момент проект «Бэмби». Это был проект противоракетный, не противоспутниковый, но имеющий, соответственно, противоспутниковый потенциал определенный. Но это было что-то такое совершенно фееричное. Тут предполагалось вывести на орбиту порядка 500 космических аппаратов массой до 30 тонн. Ну, то есть это как бы многовато. Боевых космических аппаратов «СПАД», оснащенный кинетическими средствами поражения, то есть не ядерными. Ну и, собственно, и лунную маску было у кого получится. Мыслилось, да, что вот такая вот армада в космосе, она сможет нейтрализовать ракетный удар Советского Союза. Ну, собственно, проект был закрыт в 62-м году из-за высокой стоимости. Ну, и считалось, что все-таки такие масштабные проекты, они будут стимулировать противоракетные, противоспутниковые эксперименты в Советском Союзе. Вот просто Союз отзеркалит и все. Ну и стоимость была, конечно, я извиняюсь. Тем не менее, программа «Дефендер» сама продолжалась до 69-го года. Были большие деньги на это израсходованы. При этом все-таки была так или иначе отработана, осмысленна концепция по перехвату неядерными средствами. Вот. И это, ну, открыло дорогу к стратегической обороне инициативе, соответственно, которая начала реализовываться в 80-е годы. Морское базирование противоспутниковых средств – еще одно перспективное направление. Еще в начале 60-х годов. Сейчас мы имеем, так сказать, живой пример, как американцы своими «Эджисами» перехватывают, соответственно, морских крейсеров спутники. Вот. Но теме оказалось достаточно много лет. В начале 60-х годов предполагалось, что размещение противоспутникового оружия на борту корабля или подводной лодки, ну, позволит практически любую широту выбрать, что для воздействия по спутникам все-таки критично. Нужно в плоскость попасть орбиты. Опять-таки, если поставить противоспутниковые средства на начавшие поступать на вооружение подводные лодки с ракетами «Поларис», ну, будет вообще хорошо. В залпе 16 ракет, это какой сразу рой можно противоспутников вывести. Такой проект в 61-м году был предложен Конгрессу. Назывался этот проект «Эрли Спринг». Ранняя весна. Да. Прекрасно. Ракета «Поларис» предполагалось использовать. Возможно, даже в залповом пуске. Ну, предполагалось снастить обычной боевой частью. Ну, как-то это было ненадежно. Вот. Поэтому от такой затеи в том числе и в силу таких соображений отказались. Потому что в начале 60-х годов все-таки считалось, что ядерный перехват – это более надежно. Ну, и попроще. Ну, все-таки, когда попробовали и убедились, что ядерный взрыв, он выводит из строя свои спутники, повреждает наземное оборудование и много чего еще неприятного дела. Он не разбирает, да? Да. Своих чужих. То есть, тут можно в одну кучу, в одну помойку все свалить тогда, что у них на орбите было. Вот. Соответственно, попробовали другим путем пойти американцы. Вместо, значит, сложные аппаратуры человека-оператора на борт посадить. Мы эту тему, возможно, обсудим еще. Не инспекторы, которые будут там аккуратненько подходить к космическому аппарату, присматриваться к нему, а сразу перехватчики. Это нам попроще будет, наверное, да? Ну, и все-таки, ядерное оснащение пока они рассматривали. Рассматривали, считали возможным. В начале 60-х годов задачу прямого попадания в спутник все-таки не ставили. Это очень сложная задача. На тот момент она не была решена никем. Считалось, что ядерным взрывом или осколочной фугасной боеголовкой можно вывести из строя аппарат противника. Поэтому прямое соударение это оставим там на 80-е годы и, соответственно, позже. Таким образом, много чего обсуждалось. В начале 60-х годов получалось, что несколько проектов, разрабатываясь, какие-то дошли до стадии испытаний относительно даже успешных. Но практически на вооружение было принято всего два комплекса. И оба с ядерными боеголовками. Надо заметить, что за рамками рассмотрения нашего с вами остаются системы чисто противоракетной обороны. Это американские Sentinel Safeguard. Советские там системы А-35, 135 и так далее, какие бы они ни были. Но близость тематики противоракетной и противоспутниковой борьбы, она все-таки предполагает, ну, очень не просто тесную связь, а взаимовдлияние и взаимопроникновение тем. К началу 60-х годов президент Кеннеди был вынужден пересмотреть стратегию Эйзенхауэра, когда советское заявление и действия показали, что Советы могут разработать орбитальные ядерные бомбы. Ну, на тот момент еще никто ничего не мог, но зачем-то Никита Сергеевич Хрущев позволял себе такие вольности, как пугать американцев возможными ядерными бомбами на орбите. А стратегия Эйзенхауэра этого миролюбца, она сводила все-таки к тому, что открытое небо, не будем друг другу угрожать, и, значит, пусть расцветают все цветы в этом саду, все спутники, пусть летают над нашими головами. Кеннеди, понимая, что Коль его Хрущев так начал пугать, ну, значит, надо противоспутниковый потенциал разрабатывать тоже. Изменение такое произошло. Поэтому в мае 62-го года министр обороны США, уже упомянутый Макнамара, Роберт Макнамара, приказал модифицировать имеющуюся на тот момент зенитную ракету на Экзевс в вариант противоспутниковый, то есть оснастить ее ядерной боеголовкой и обеспечить возможность перехвата. Ну, на низких орбитах, конечно же. Названо это была система 505 и базировалась на Толе Кваджелейне. По мере накопления доказательств того, что Союз разрабатывает орбитальные ядерные бомбы, США заботились, давайте-ка мы сделаем перехватчики помощнее. Появилась еще одна программа 437 на Атоле Джонсона, том самом, откуда пускали Торы с ядерными бомбами просто так. Теперь решили пускать, ну, фактически в таком же оснащении в ядерном, те же самые Торы, но уже для борьбы с советскими спутниками. Итак, две системы. Программа 505, она недолго жила, буквально через пару лет ее свернули, к маю 66-го года. В году программе 437, программе большей дальности, ну, и более тяжелая ракета, сами понимаете, ракета средней дальности Тор. Но, надо сказать, эти ракеты имели такую историю непростую. В 64-м году их начали, значит, применять в этом качестве. Взялись-то они с Англии. Их привезли после того, как после Карибского кризиса США были вынуждены убрать ракеты Тор с Великобритании и, соответственно, с Турции. Ну, и нашли им соответствующее применение, как ракетам противоспутниковым. Президент Джонсон, не путать с названием Атолла Джонсон, там буковка Т еще есть, он стал преемником убитого в 63-м году президента Соединенных Штатов Америки Кеннеди, стал преемником его программ. То есть, он не открестился от тех задач и обязательств, которые принял на себя Кеннеди. Тот, напомню, велел разработать программу борьбы с советскими спутниками. При этом, помимо ядерных зарядов, он предполагал, что будут разработаны или ставят задачу разработать также обычные кинетические перехватчики, что, собственно, при нем-то сделано не было. Вот Линдон Джонсон, он эту тему, так как бы то ни было, поддержал. В 64-м году он выступил, в ходе предвыборного выступления заявил о наличии в США противоспутникового оружия, уже развернутого на Атоле Джонсона. И эти средства внесли боевое дежурство до середины 70-х годов. Ну, низкая оперативность, и все-таки ракеты Тор, они на жидком кислороде, как бы то ни было. И достаточно узкий диапазон применения по имеющимся у Советского Союза орбитальным средствам. То есть нужно было совместить плоскость орбиты с плоскостью пуска. Это накладывает большие ограничения на возможности перехвата. Ну, с этими недостатками приходилось им мириться, потому что пока ничего более существенного не было. А вот для понимания они стояли на боевом дежурстве, то есть они прям рассматривали как реальную возможность, соответственно, перехвата. Но они же проводили эти перехваты. То есть технически... То есть они ощущали прям такую необходимость защищаться, они чувствовали угрозу, что мы могли эти спутники использовать им во вред. Я вот этого не понял. Одно дело, что они разрабатывают и нарабатывают опыт и технологию, а другое дело, вот они прям на боевое дежурство поставили. Значит, смотрите. Первый всерьез, кто об этом задумался, я довелся все-таки Кенадень Исенхауэр. Хотя там, ну да, Советы напугали американцев, что запустили первый спутник при Исенхауэре. Пошли эти работы. Но фактически риторика Хрущева достаточно такая убедительная, да, она подстегнула именно Эдварда, Джона Кеннеди заняться противоспутниковыми вопросами. Потому что он был выразителем интересов общества и эстеблишмента. Это был военно-промышленный комплекс, это были достаточно влиятельные люди, которые так или иначе были его опорой. И которые высказывали мысль, что мы должны быть лидерами, технологическими лидерами. Это понятно. Мы должны развивать собственный космос, и мы должны собственные средства иметь в безопасности. Плюс к тому, извините, если Союз будет запускать ядерные бомбы на орбиту, то под ударом, под опасностью удара окажется уже континентальная территория США, если еще будут над нами эти бомбы, кружить постоянно в ожидании команды. То есть логика это очевидна. То есть американцы всеми силами боятся даже мифической какой бы то ни ни была угроза своему этому острову посреди лужи отгородились там двумя океанами от остального мира и считают, что любая какая бы то ни была гипотетическая угроза для них неприемлема. То есть диапазон приемлемости для США, которые фактически и из двух войн только вышли, кстати, обогатившись, диапазон их приемлемости крайне узок, говоря уж языком таким военным. И чуть только почувствовав какую-то там минимальную опасность, они мгновенно начинают на нее реагировать с упреждением. Такая вот логика. В дальнейшем, думаю, до этого так или иначе дойдем. Как последующие американские администрации на это все реагировали. Препятствием для дальнейшего развития ядерной тематики в противоспутниковом оружии стал московский договор 63-го года, запретивший испытания в трех средах. Мы об этом говорили в прошлый раз в космосе, в атмосфере и под водой. Что, собственно, было следствием, проведенных американцами же, ну и Советским Союзом ядерных взрывов. Оба подошли к пониманию того, что ни с какой точки зрения эти взрывы никак не полезны. В том числе и для противоспутниковой борьбы. По крайней мере, вот в условиях какого-то угрожаемого периода. Уж если там вдруг война сама по себе начнется, ну тут уж ничего не поделаешь. Тут и можно все подряд списывать, и горя на все синим пламенем. Поэтому все-таки даже подписавшийся в третьем году договор о запрете испытаний в трех средах США не сняли с вооружения, не сняли с боевого дежурства свои комплексы с ядерным оружием противоспутниковой. И они стояли до середины 70-х годов. Ну, на тот случай есть все-таки, не дай бог, что-то случится. Уж совсем страшно. Тем не менее, уже в 69-м году с ракет сняли боевые части. Ну, все-таки было понимание того, что толку от них не так уж и много. А позднее средства комплекса вовсе законсервировали. Ну, тут еще был природный фактор. В 72-м году пронесся очень там серьезный ураган, тропический ураган Селеста. 19 августа. Персонал эвакуировали. Установки были пусковые на острове Джонсона там поломаны. Давай их чинить. И вот до конца марта 73-го года они восстанавливали. Потом год понесли дежурство. И в 74-м году начали все-таки сворачивать его. Проект 437. 1 апреля 75-го года был окончательно закрыт. То есть, американцы лишили своего действующего комплекса противоспутниковой защиты. Аргументом, еще одним, в пользу или в объяснение, почему же все-таки комплекс, ну, нормальный рабочий комплекс, почему бы нет, все-таки с вооружения был снят. Служит еще и мысль, высказанная бывшим министром ВВС, которая сказала примерно следующее. Я не видел хорошего соответствия между вероятностью возможного использования комплекса 437 и стоимостью его обслуживания. Ну, это как бы еще один, то сайте, кол в могилу этого комплекса. То есть, он фактически уже себя изжил. Ну, следует отметить, что помимо основного использования комплекса 437 в ядерном оснащении, предполагалось попробовать, а как это будет с космическим аппаратом инспектором, перехватчиком. Давайте-ка мы там поставим место боеголовки ядерной. Ну, некий объект, который будет изучать советские космические аппараты. Ну, это был как бы вариант Сейнт с упрощенной бортовой аппаратурой. Четыре пуска состояло в 65-66 годах, но никто даже, ну, в смысле руководство США даже думать запретило военным, пробует там инспектировать реально советские спутники, понимая, что тут можно нарваться на очень серьезные неприятности. Итак, резюмируя. Как бы то ни было, США были первой страной, поставившей противоспутниковые системы на боевое дежурство. То есть, они ядерные бомбы испытали и все-таки поставили на БД первые свои комплексы противоспутниковой обороны. При этом, как вишенка на торте, как излагала в отчете службы исследований Конгресс США, ну, это было существенно позже, правда, западные эксперты верили, тут глагольчик такой, belief, что СССР имеет такую способность с начала 60-х годов. То есть, мы не знаем наверняка, но предполагаем, что в СССР есть вот ракеты против наших спутников в ядерном оснащении, и поэтому мы будем свои комплексы ставить ничтоже сомневшееся. Они хотят на нас напасть. Ну, с задним числом сегодня специалисты США неуклюже оправдывают инициативу в создании противоспутникового оружия. Вообще, книжка любопытная, попалась недавно. Вообще, не буду уж рекламировать этого американского автора, но такие миротворцы, слеза наворачивается. Четыре фактора, тут пытаясь поцитировать, указывают на то, что программы, американские противоспутниковые программы были просто экстренным средством для борьбы против советской угрозы. Ну, такая вот риторика. И не свидетельствовали о приоритете США в развертывании противоспутниковых систем. Ну, во-первых, тут аргумент, что ядерные взрывы – это плохо для своих же спутников. Во-вторых, тут как бы они вспомнили договор 1967 года, о котором мы сегодня еще не упоминали, но в прошлый раз подробно его обсудили. Договор, который ограничивал вывод в космос, испытание ядерного оружия, оружие массового поражения. То есть, тут как бы они комплексовали. Вот нехорошо, что вот у нас в ядерной боеголовке, но давайте-ка их снимем с вооружения эти комплексы. В-третьих, системы противоспутниковые были ограничены своими площадками запуска, о чем мы говорили. Как бы тут никто не сомневается. То есть, все вот эти аргументы, они, конечно, имеют место быть, и никто с этим не спорит. Но фактически то, собственно, о чем сказал министр ВВС, говоря о техническом несовершенстве и проблемах с обслуживанием, архаизме этих комплексов, оно, наверное, перечеркивает все остальные соображения. Если бы американцам было это дело удобно и выгодно, да они бы с прибором клали на все эти договоры, имели бы комплексы на вооружении и эксплуатировали бы их за милую душу. Но тут уже они деньги посчитали и решили с этим уже больше не связываться, больше возни. Помимо реализованного проекта по программе 505, то есть мы чуть-чуть возвращаемся к противоракетной тематике. Программа 505 как наследие противоракетных систем, соответственно, была программа Инсатрак, так называемая. Еще один элемент упомянутой программы Дефендер. Это противоракетная программа, но имевшая тоже противоспутниковый потенциал. В состав системы входили, должны были входить ракеты Минитмен, размещенные в большом количестве где-то в Арктике. И вот они синхронно или как-то там запускаются и с помощью ядерных взрывов выводят из строя боеголовки отечественные, ну, советские в смысле, которые летят к ним в гости. Ну, или, соответственно, советские спутники. Ну, можно будет, когда будем говорить про советское вооружение, про эту программу вспомнить, потому что это что-то напоминает. Проект остался только на бумаге. Посчитали, ну, они все как бы через бюджетное финансирование, наверное, подход правильный. Почитали, что это будет, ну, совсем даже невыгодно. Не было реализовано. Программа Джонсона, администрация Джонсон завершила программы противоспутниковых систем, начатых Кеннеди, как я об этом уже и сказал. Тем не менее, прозвучал очень интересный аргумент. Допускалось, это уже было в риторике самого президента, рассматривалось возможность использования американских противоспутниковых средств против космических целей во время войны, независимо от того, является ли это ядерными бомбами орбитальными, как, собственно, на что нацеливал президент Кеннеди, покойный в то время. И можно будет использовать американские противоспутниковые системы перспективные против любых вражеских космических аппаратов. Это уже совершенно другой подход. Поэтому не надо в Джонсоне, в преемнике Кеннеди, президенте Джонсоне, видеть миротворца. Ничего подобного. Предполагалось, что американские противоспутниковые средства смогут обеспечить соблюдение принципа невмешательства в космосе. Все-таки, когда дело дошло до вот этих вот дополнительных миссий против советских орбитальных средств, администрация Джонсона повторила выводы Эйзенхауэра. Нацеливе на советские спутники повлечут за собой ответные действия СССР. И тем самым может спровоцировать Советский Союз на разработку собственных противоспутниковых средств, которыми нам чем-то надо будет бороться. И вот в этом вот состоянии нерешительности вот это вот президент Джонсон со своими помощниками, соответственно, администрация Джонсона пребывала весь период своего руководства, ну до конца 60-х годов, до ни к каким конкретным проектам они не перешли. Все это только было на уровне обсуждения. Мало что было сделано для замены 437-го комплекса с ограниченными возможностями. Мы должны стоять на общем принципе свободы космоса. Это цитата президента Джонсона. Мы должны активно искать соглашения по контролю над вооружениями, которые укрепят национальную безопасность. Это еще один аргумент, еще один очень такой полезный тезис в американской риторике. Они вслед за договором 63-го года о запрете ядерных испытаний, ядерных взрывов в трех средах пришли к активным поискам, перешли к активным поискам сдерживания уже ставшей для них очевидной космической угрозы. То есть тем самым они пришли к договору 67-го года. Но этим их усилия не ограничивались. Они хотели снять очевидную для себя противоспутниковую угрозу, которая не была запрещена, не была локализована, купирована как-то договором 67-го года. То есть договор 67-го года о принципах деятельности государства космоса не запрещал противоспутниковые системы, если они не несут оружие массового уничтожения. И это была огромной проблемой для Соединенных Штатов Америки. Не только для них, конечно, но они эту проблему в публичном пространстве обозначали. И это стало одним из акцентов в деятельности администрации Джонсона. Ну а как они вообще оценивали советский потенциал, тут можно сказать отдельно. В конце 60-х годов в разъекреченном документе НРО, это организация спутниковой разведки США, о чем мы уже говорили, констатировалась, кавычки открываются. В течение прошлого года советские технические возможности по перехвату наших спутников стали наиболее четко определены. Радары, ну тут называется их американские названия, в Сырошагане и Ангарске идентифицированы как радары захвата и слежения за спутниками очень сложной природы. В сочетании с радарами, ну тут техника противоракетной обороны и возможными модифицированными еще там радарными комплексами, Советы очень скоро получат превосходный быстрый орбитальный потенциал. Ракета Галош, их название, обладает ускорением, полезная нагрузка и точность, необходимые для перехвата, ну совершенно достаточно. Так, что такое Галош? Это по кодификации НАТО, название переводится с английского действительно Галоша, уничижительно. Система А-35, советская система противоракетной обороны и, соответственно, защиты города Москвы, стоявшая на вооружении. Защиты не противовоздушной, а противоракетной от ударов межконтинентальных баллистических ракет. Ну, собственно, не эти ли Галоша имел в виду наш верхонный главнокомандующий, когда говорил, что в Советском Союзе их успешно делали? Вот в одном из комментариев там кто-то на эту тему упомянул. Ну, может, ему действительно подскажут, что в данном случае он был, наверное, прав. Есть чем гордиться. И вот американцы очень сильно боялись этих наших Галош. И в связи с этим активно шли на договоры. Два из них мы уже назвали, но этим дело не ограничивается. Именно безграничным миролюбием администрации Джонсона американские эксперты объявляют заключение договора по космосу 1967 года. Даже придумали такой термин Space Sectionary – космическое светилище, убежище. Ну, как альтернатива милитаризации космоса. Это же Советы милитаризируют. Они-то какие-то акиагнцы. Якобы именно в таком благостном состоянии космосе пребывала американская администрация вплоть до 1977 года. Ну, то есть, закрытие программы 437, они считают проявлением вопиющего американского миролюбия. Подтверждение американских взглядов на мирный космос, в отличие от агрессивного советского подхода. Ну, мы уже тут обсудили эту тему. Удобно. Когда не можешь что-то осилить. Ну да. Скажем, назовем это исключительно миролюбием. Миролюбием, миролюбием. Но, как бы то ни было, угрозы, оказывается, от Советского Союза заключались не только в том, что в СССР появились средства перехвата, как они считали. Комплекс А-35, он не предназначен был для перехвата спутников. Это чисто противоракетная система. Но вот у страха глаза велики. Но появился еще один стимул в виде нашей системы легенда. То есть, это, ну, на тот момент еще, находившаяся в зачаточном состоянии, система наблюдения за деятельностью американских авианосных соединений, космическая система наша, морской космической разведки, целеуказания. И вот это считалось, прямо-таки наступили советы на любимую мозоль американцев. Потому что авианосная ударная группа – это вторая после ядерного оружия сила проецирования американской ядерной мощи. НАТО, кстати, весь шар земной. В любой ее точке. И лишившись этого, такой возможности американцы почувствовали себя совершенно беззащитными на своем острове. По крайней мере, внезапного применения. Ну, как бы то ни было, внезапного или не очень внезапного. Если к тебе что-то летит и летит с гарантией, тут внезапность, она, наверное, уже постольку-поскольку. Просто, если есть возможность эту авианосную группу в океане заметить, значит, есть возможность действительно по ней применить оружие. А не то, что когда она подходит к берегу, и здесь уже, извините меня, будут дотягиваться их палубные авиации. Береговые батареи. А нам только отстреливаться нужно будет из береговых батарей. Аврора орудия поставить на берег и с них пулять. Не дождутся. Угроза американская в данном случае. Угроза в отношении космических средств в США, в отношении их наземной или надводно-ударной мощи к концу 60-х годов для американцев уже была очевидна. В связи с этим нужно было что-то делать. Середина 70-х годов, конец 70-х годов – это ударное развитие американской военно-технической мысли, смена американских подходов и формирование новых американских концепций в отношении противоспутникового оружия. Это начало следующего этапа развития американских противоспутниковых систем. На этом я предлагаю закончить. И к этой теме мы подступим, к продолжению этой темы в следующий раз. Отлично. Спасибо. Пишите комментарии. Евгений Константинович, как мы уже узнали, с удовольствием общается в них. Соблюдайте определенные правила приличия. До новых встреч, друзья. Всего хорошего. До свидания.